МОЛОДА ЗЕЛЕНА Устюжанка Ольга Кузнецова в детстве мечтала быть швеей. Обучалась этому ремеслу самостоятельно. Сегодня девушка легко может сшить что-либо из одежды себе и близким. Но получить профессию по данному профилю не получилось. И Ольга поступила в учебное заведение на бухгалтера-экономиста. Во флористику попала совершенно случайно. Отучилась. Закончила неплохо, хорошо училась, но как в итоге показалось, что совсем не мое. И в общем в итоге ни дня я не проработала бухгалтером-экономистом. И случайно абсолютно попала в сферу флористики. По объявлению искала работу и в итоге устроилась работать флористом в Дом цветов. Потом ушла в декрет. Ну в общем так и закончилась моя работа по флористике. Затем Ольга на какое-то время выпала из рабочего процесса. Но уже точно понимала, что хотела бы и дальше продолжать развиваться именно как флорист. И удача улыбнулась нашей героине. Во вновь открывшуюся студию шел набор. Устюжанка не задумываясь пошла пробовать свои силы. С тех пор прошло 6 лет. Из начинающего продавца Ольга стала профессионалом своего дела. Кроме навыков, которые были получены с опытом работы и с помощью обучающих мастер-классов, у Ольги развилось утонченное чувство цвета. Устюжанка с легкостью сочетает в своих композициях вроде бы с первого взгляда совсем не подходящие друг другу цветы. Получается очень красиво и эксклюзивно. Что, конечно же, видят и ценят клиенты. С недавних пор Устюжанка возглавила студию флористики и повела цветочный бизнес другим курсом, основываясь на собственное творческое чутье и спрос покупателей. Есть какой-то определенный стандартный набор цветов, которые мы берем каждую неделю. Обычно добавляем что-то интересное, сорта меняем, чтобы не было однообразия какого-то, чтобы букеты каждую неделю отличались чем-то. У нас нет каталога какого-то цветов, по которому бы люди заказывали постоянно. И нам так работать неинтересно, и людям неинтересно заказывать одно и то же. Поэтому постоянно меняем ассортимент. Ищем где-то что-то подешевле, где-то может подороже. Мы ищем у другого поставщика, может быть, тот же самый сорт, но дешевле. И мы возьмем его там, потому что в основном то же самое, но дешевле зачем переплачивать и вам, и нам. Во главу угла своего бизнеса Ольга ставит желание клиента. Каждому покупателю свой индивидуальный подход. Бывают такие случаи, когда приходит человек и просит сделать то, не знаю что. Тогда опытный флорист путем дополнительных вопросов пытается узнать информацию, которая поможет при составлении букета. При любом раскладе событий покупатель уходит довольный и обязательно возвращается вновь. Людям просто нравится, что мы делаем. Мы делаем, может быть, не так, как у всех, что-то интересное делаем. Мы предлагаем то, что люди хотят увидеть в итоге, то, что их устраивает. Делаем качественно, делаем от души, делаем как для себя, поэтому люди к нам идут, тянутся, наверное, как-то по этому. Ежедневно Ольга с коллегами собирает десятки букетов. В праздничные дни количество цветочных композиций исчисляется сотнями. Например, ко Дню Матери студия флористики изготавливает более 150 различных букетов от маленьких до больших. Просты в сборке и невозможно сложных. Не менее напряженные дни перед 8 марта. 250 букетов, Днем Учителя и профессиональными праздниками от 100 до 200 цветочных композиций. Порой приходится несколько суток без сна и отдыха творить и создавать, чтобы выполнить запланированный объем работы. 9 марта в студии флористики Ольги Кузнецовой заслуженный выходной. Как признается Ольга, если муж дарит ей букет, то она в первую очередь обращает внимание на качество цветов и оригинальность сборки. Это уже профессиональный навык, который никуда не денешь. Несмотря на ежедневные встречи с цветами, девушка не перестает ими восхищаться и любоваться, что, безусловно, передается окружающим. Сегодня Оля научит меня собирать маленький букет-комплимент, который можно подарить в любой день коллеге, подруге, любому знакомому. Как здравствуйте, как спасибо. Это маленький компактный набор цветов. Попробуем. Итак, мы выбрали необходимые для нашего букета цветы на определенную сумму. И сейчас нам нужно подготовить эти цветы для того, чтобы их вставлять в букет. Мы будем обрывать листочки, которые нам не нужны и которые... Они будут попадать в воду, и вода будет с этого гнить и быстро портится. Да, поэтому мы все сейчас будем счищать. Очищенные цветы готовы к работе. У каждого есть свой наклон. Это обязательно учитываем при составлении нашего букета. Каждый стебель укладываем друг на друга по спирали. Итак, мы собрали букет, но его нам нужно еще обернуть в красивую упаковку. Выбор большой. Мы сейчас подберем самую красивую, которая будет дополнять наш букет. У нас получился готовый букет. Мы поправили все цветочки, чтобы они гармонично сочетались между собой, красиво ровненько стояли. И этот букет-комплимент мы дарим вам, наши дорогие зрители. Окружить себя магией аромата и волшебством цвета – это ли не работа мечты? В планах Ольги Кузнецовой расширить свою студию флористики, увеличить ассортимент цветов, сопутствующей к ним сувенирной продукции. Ну и, конечно же, освоить новые направления в работе, чтобы продолжать радовать у стежан необыкновенно красивыми и эксклюзивными букетами.